Клуб Ретроспектива начинает по каждому году. Наш клуб занимается исторической реконструкцией, в самой красивой ее части, реконструкцией моды. Сегодня в нарядах моделей вы увидите основные черты моды того времени. Это подчеркнутая линия талии, приталенные силуэты, рукава-фонарики, воротнички кружевные и платья в цветочек. И даже с минимальным количеством ресурсов, средств, женщины все равно хотели оставаться привлекательными и выглядеть опрятно. Этот показ мы посвящаем нашим бабушкам и прабабушкам, которые в те тяжелые годы Великой Отечественной войны делали все возможное для Великой Победы. Итак, мы начинаем. Приглашаем моделей. Яркий летний образ в черно-красной гамме демонстрирует модель Марианна. Платье из набивного крепдышина с абстрактным цветочным рисунком. Спереди по правой стороне пришита накладная полочка с эффектом запаха. Юбка, отрезная по линии талии прямого кроя. Еще одна эффектная деталь – это приточной валан-баска, проходящий по спине и левой половине платья. Рука в короткий крылышком. Модельные кожаные туфли и сумочка-фрейм служат замечательным дополнением к этому наряду. Фетровая шляпка-берет, надвинутая глубоко на лоб, придает модели загадочности. На модели Ирине вы видите образ для работы в саду. Основной основой образа является сарафан, сшитый из набивного хлопка с мелким цветочным рисунком. Крой изделия рельефный, юбка раскрешена. По всей передней части сарафана проходит застежка с обтяжной складкой. Ряд обтяжных пуговиц по передней части лифа имитируют застежку. Рукав длинный на широкой манжете. Голову модели украшает небольшая шляпка и скрашенные соломки в форме таблетки с бантом в цвет платья. Завершает образ соломенная сумочка-клач и замшевые тупельки с золотистой конвой времен дружбы Китая и СССР. Летнее повседневное платье на модели Марии выполнено из соломина-желтого крепдышина в мелких цветочек коричневого цвета. Платье полуприталенного силуэта, отрезное по талии с нагрудными выдачками. Юбка прямого кроя. Линия талии подчеркнута тонким кожаным ремешком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова